Мы приехали поставить знак потеряя Сергея Павловича и заказали все ровши к диноку. И вот мы приехали. Вот тут, чтобы понятно было, где. Вот идет высоковольтная линия. Два столба. Но они идут дальше. Это искорченная идет дорога. Вот она лесополоса и вот до этого места доезжать будут лесополоса и потеряем уже дорога повернута, потому что мы сделали здесь все повернута так, чтобы легко было считать. Поля у нас, Сергеев с матерью Марины остался. Так, подожди, Сережа. Видишь, у него сдвинулась? Нет, нет, не сдвинулась. Хорошо. Трубу поджимай. Хорошо толки. Толки заново. Заново толки. Давай две лопаты, опять толки. Хорош. Со всех сторон толки. И на ту сторону, на колоколе туда как-то задвигай, пробей туда. Край обрушь и пробей. Сильнее, сильнее бей. Вот так. Вот мы здесь сейчас поле обрубили. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцати. На двенадцати деревьях убрали нижние сучки, чтобы люди, подъезжая, издалека уже видели, стоит знак. Рядом поле. На поле нельзя, надо на этой стороне. Здесь мы вошли в ряд деревьев. Тоже не захватили ни погоса, ничего. Ну и здесь от дороги отступили, от дерева еще дальше. То есть по нашим меркам мы сделали все правильно. Сергей Павлович приглядывается, смотрит. Вот так. Хорошо долбей, прям со всей силой бей. Ну некоторые говорят, вот сделали дорогу, теперь воры все поедут. Ну дороги не было, а Шарчинские вокруг оббежали, воровали, Кадниковские. Воры были, когда здесь проезда не было. Мы восстанавливаем поселок Потеряевка, а это означает вся инфраструктура. А эти пруды, вот на следующий год будет двести лет. Ну это по данным Краеведческого музея и других. В 25-м году, на 8 лет позже, значит на 7 лет позже, основано Корчино. Основано это не означает, что никого не было. Это означает, что вошли в реестр земельного удела или раздела, или как там, ведомства Алтая. Ну тогда Томская губерния была, я не знаю, тут как разбивалось, кому давали названия какие, уезды, волости. Сейчас все по-другому, деревня, район. Раньше я учился, мы были Шарчинский район, а теперь район ликвидировали. Потом перевели почему-то в Ребриху, Ребрихинский. Я думаю, это от того, что нас разъезд рядом, он принадлежит к Ребрихе. А потом, когда разъезд стали закрывать, Бориса Немцова эта идея была. Господь не дал совершить все, все, хватит, с той стороны брось больше снега, это глины, с той стороны. Именно где сели ноги его. И там ее бей, бей, чтобы она провалилась, засыпай. Ну вот, разъезд был ликвидирован, а потом обращались в Министерство путей, сообщили, все, Коля, можешь отпускать, отойди, ты уже не нужен. Все, забивай как следует. И разъезд открыли, теперь он останавливается, поезд. А здание было новое, хорошее, ну прям как сегодня отстроено, и мы его в аренду брали. Приходим, а его нету, уже через день пришли, здания нету, одни глыбы лежат. Оказывается, послали убрать потеряевский разъезд, а это подстепновский. Хватит, хватит, три лопаты. На ту сторону надо было кинуть еще, хорошо сдолбить. А они пьяные были, ошиблись, говорит, не на то место приехали-то. Ну ни с кого никто не справится, все разрушено. Здесь, вообще-то, на разъезде потеряевском только сколько было. Два магазина, кажется, школы. Ничего нет, ни одного человека. Все, подмели. Ну вот видно, куда вот сейчас мы. Сколько времени, Сережа? Сейчас. 9.45. 9.45 по местному алтайскому времени, поселок Потеряевка, Мамонтовска района, Алтайского края. Ну и видно, вот мы прямо, вот я стою у дороги, вот как если перпендикулярно к надписи, прямо на солнце. Вот легко понять, откуда ехать. Вот эта дорога искорченная идет. Вот она идет. А там эти столбы видно. То есть линия, оказывается, она справа. Ну а тут больше ничего и нет. Вот тут пшеница. Вот это вот не было. Тогда мы пешком тут ходили. Дорога была на урывку только. На Корщину дорога вот эта влево была. А на урывку прямо, до нее 8-10 километров. А до Шарщина 20. Потом лесом 10 километров. Гор на Смолинске, или как называют. И еще 5 километров до Карповки. Конзавод 140. Там я родился. Место, где я впервые издал голос. 10 июля 1929 года по новому стилю. Я смотрел, кажется, суббота была. Какой день. Надо еще раз проверить. Так, засыпай. И уже кучкой, чтобы она была. Вода могла стекать. И вот мы ходили. Там жил наш дедушка Чунарев, Егор Илларионович. И Устиния Ивановна. Она, кажется, была Рубцова. Не знаю точно. В девищести. У нее было три сына и моя мама, дочь. Три сына. Макари, Филарет и Эммануил. Погодки почти были. Там 18, 19, 21, кажется. Бригадирами были. Очень известными. Долго люди помнили. Ну, еще из верующей семьи. Не заматеряться. Ничего этого не было. Как говорили, будто бы были артиллеристами они. На кого-то нашли. Марк, племянник. Калашников. Нашел данные, где были они, где погибли. Кто. Бабушка больше всего была опечалена тем, что пришла повестка. Это уже трудно сказать. Потому что документы все у меня были изъяты. Переплетал я в КГБ. И все сожгли. Документы фронтовые. Единственные, неповторимые. Все сожгли. Ну, еще спрашиваются. Безбожьи такие лютые. Жили в Краевой прокуратуре. Две огромные кучи, говорит, было. Я говорю, так это же архивы. Я переплетчик. Все переплел в тома. Ну, погибли. И написали, пропал без вести. А слово пропал, пропала корова, сдохла. Пропала лошадь, курица. И баба никак не могла успокоиться. Ну, почему мой сын пропал? Почему он не умер, не убили, а пропал? Ей говорят, потерялся. Так нет, пропал написано. И когда 5 марта 53-м году, я в 7-м классе, кажется, учился, у них жил. Все плакали. И наше я пришел, баба плащет. Сталин-то умер. А что плакать-то? Ну, как же. Он съел моих трех сыновей. Вот так. Она так понимала. Не патриотично была, как бы. Трех сыновей отдала. Не патриотично. А мой отец тихом без руки вернулся. Маленькая культия была около плеча. Так, Сережа, распутывай пока. Сейчас будем привязывать. У меня плоскогубцы есть. Как говорит Солженицын Александр Александрович, скопытилось мерзкое животное. Не мог себя уберечь. Берия говорит, это я отравил его. Стой, стой, стой. Его не поставили. Ну, не нужно она дальше забросить вон туда, где-нибудь. В эту кущу затолкать. Вот так. Ну, и все на этом. Мы сейчас будем привязывать и поедем домой. Поехали. Теперь, и здесь прибили, чтобы обратить внимание, красненькие дни. И всегда с тобой разные шурупчики. По отдельно держи гвоздики, чтобы всегда раз, и молоточек небольшой. Коснулась, а нет. Все. Маленько затяни, и на этом конец. Казань еще раз. Все, тут мы погрузили. Готовое дело. Спадывает. Еще маленько подвергнем. Сотянием. Хорош. Ну, если спуши, я порвел сейчас. Ну, ну, ну. Хорош. Не надо, Сережа. Она потому что вниз пошла. Она внизу уже. Ближе. И теревый, поэтому она ослабляется все время. Ее ничего не сделать. Она не наоборот. Надо было подкопать. Паши, не надо сгибать. Все на этом. Не трогай больше. Слушай. Спасатишки. И учи. Наши. Так, ну, уходим. Давайте помолимся. Повернитесь на восток. Ставь в сторону. Куда? Так. Встань по-возь. Рядом встань. Отсюда. Отсюда. Аминь. Аминь. Паши, Господи, добрых людей, а злым поставь препятствия. Себя слава за все вовремя. Аминь. Посмотреть решили. Потихоньку. Посмотреть решили. Как это выглядит и как заметно. Ну, ясно дело, что... Вот даже проезжай дальше. Проезжай по дороге. Почему боком-то поставили-то? Вот оно все еще, видать, потеряевка. Сейчас вот потеряевка уже фактически не считаема была бы. А замещает-то на скорости. Считает. Ага, ну-ка еще дальше. Метров пять проехай. Вот мы уже напротив ее. Уже проехали. Все, назад. Обычно знак-то раньше стоял. Ну, это раньше там где-то. Здесь надо учитывать то, что неожиданно появляется. А вдруг на друге на снятатписи ни одной нету. Обычно сначала знак, потом поворот. А у нас... Знак-поворот. Это поле. Сразу сметут. Знак-поворот. Вот они стоят на трассе. А это проселочная дорога, окруженная полями. Я считаю, абсолютно правильно сделали. Все, работаем надпись. Вот так. Как открыть стекло мне вот это? Мы поехали обратно. Тут лесополоса. Ну, все, вниз, под уклон. Пока деревни не видно. А лесополосы не было. Вот этих деревьев не было. И тогда видно было. Из Карповки идем. Пешком ходили. 35 километров, 10 бором. А там ответвление разной березки. Это дорожки сокры, мокрые. Пешком. Идешь, радуешься. О! Вот открывается уже, видно, потеряет. Все, отсвечиваются. Поля. Вот мы и едем сейчас. Пшеницные поля. Вот мы съездили с нами. Поля, повернись, Коля, сюда. Чтобы туда видно было. Вот он как. Сергеев фамилия-то? А? Фамилия Сергеев. Сергеев. А это дядя Сережа. Сергей Павлович Пупков. Я подписываюсь, где Игла. А, Игла. Там всяко разное. Игла ЛС с большой буквы. Это не Игла просто. Игнатий Лапкин. Имя мне дали в святом крещении. Фамилию, как Шариков говорит. На свет все от отца получил. Я говорю, а ты в соснахке, у тебя еще получится. А мне, а, говорит, еще не получается. Вот тут мы видим. Ты на правую сторону перевожу дорогу. Чтобы ее видно было. О, перепелка полетела через дорогу. Дальше же ворона пролетела. А сейчас перепелка. Вот дорога в поселочный. Мы едем вот так. С Романом там, за камнем ездили-то. И вот глухарка. Нет, рябчик. Она выбегает и по дороге бежит. Бежит, подлетает. Я говорю, у нее выводок здесь. Она переводилась через дорогу, видать. И нас отвлекает. Обратно поехали, ее уже нет. Вон, где пасет. Не вы... Это вот так пасет только Василиса. Никогда дальше не погонят. Вон она идет. А эти гоняют далеко. Вон она. Сколько уже времени. И они там день и ночь пересокрутятся. Все лето на одном месте. Выгоняют сразу на эти развалины кирпичей. А потом вот здесь вот. Я им давал задание. На квадратный метр горсть нарвать сено. И не могли нарвать. А вот второй мостик. Подъезжаем мы. Вот это разработка, где была. Вот сейчас мы подъезжаем. Второй мостик. Видите, как. Василиса, тише сделай. Совсем тихо. Вот мы мерили, сколько поднимется вода. Прорвет, а только дальше. А так вот все. Видите, как высоко здесь сделали. Тихо-тихо. Ветер-то как гонит. Ну, что говорить. Точную глубину пока не знаю. 2,70 было и не достали. А это лог. Главный лог. После потопа. Вот так мы установили надпись. На это надо было время. А кто готовил, так вырезал красиво. По-моему, это Андрей все делает так. Дождем не смоет. Вот у нас что, две лопаты только. И это мы можем сами унести от тебя. Да я потом привезу. Ну, давай, привези. Вот лох. А дальше там у нас шлюз спускает воду. А здесь вот первый мостик. Камень. Здесь очень медленно. Давай. Там накала надписи тоже. Ну, видно красное. Отсюда видно даже. Человек едет, и вдруг вода. Ехать не ехать. Он не знает. Ты сейчас слух прочитай, что написано. Вот мы едем искорчено. Подъезжаем. Вот эти столбы старики ставили. Вымоченные в извести. Видишь, как боком. Подъехал, чтобы можно было прочитать. Что написано? Дно каменистое. Ага. Ну, Сергей, не застрянь. Покрупнее можете взять. А? Можете приблизить, чтобы вы видели. Надпись-то видно. Не понимаю. Приблизьте можете. А, приблизить. Видать? Вот дно каменистое. Вот здесь заметно, что красно-желтое. Ну, давай. Не застрянь. Вот оно где. Убавили. Как по асфальту, говорит, проехали. Вот это было задумано. Но теперь, главное, весной. Ну, мы, видишь, сколько машин. Тут не меньше десяти машин, самосвалок, камня ушло под землю. Вняшу. Вот они где мои. На трассе. Ну, вот потихоньку надо посмотреть, кто пасет. Вон там, далеко, около березки. Вон там, видать. Вот они здесь, вот этот ложок, в ту сторону грибут, зубами грызут. Они больше никуда не гонят. На одном и том же месте утром и вечером. Все лето. И пастух-то вот где. Она никуда не гонит, ничего ей не надо напоить. Там, кажется, корова больная сзади. А ну-ка, вызови ее. Если она там, то собака или нет. Ты ее не знаешь, телефон? Чей? Василисин. Знаю. Ну-ка, вызови ее, брякни. Она, не она пасет сегодня. Я ее утром видел. Не, не она. Не видно. Вон она на берегу. Дальше-то, смотри, позади телят. Так там какая-то палатка или что там. Ну, так вот, это она и есть. Взяла с собой дождевик. Палатка. Ну, кто там? Устиновый еще? Дружков? Нет, нет, здесь не слышали. Вон она встала. Разбудили ее. По-моему, это Лиза. Да, стой, стой на месте. Не шевелись. Я сейчас приблизиться. Сумею. Не видать? Ну, у меня трясется прыгать. Ка бы не тряслось. Какая-то девчонка. Какая-то девчонка. Девчонка. Теперь надо видеть, чтобы не тряслась. Вот она у меня наведенная. Еще не надо приближать. Это на пределе. Вот здесь, подведи. Ну, види, тут и куда. Вот это зеркало. Наведи, пишите, чтобы зеркало попало. И сразу с нее приходишь. Где зеркало? Вот это зеркало. Вот она встала. Кто? Еще навести не можешь? Платье выше колен. Похоже на Анфису. Анфиса гоняет далеко. Ну, ладно, пошли. Ну, и все, ладно. Значит, тихнуть, смотрите, я кепку сам зашил. Ну, ладно. До новых встреч.